О красивых казенных словах, ложном пафосе и отсутствии глубины за внешней мишурой, говорил советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин в библиотеке Горького на встрече с рязанскими журналистами. У стоящего перед нами человека несколько премий ТЭФИ, десятки документальных книг и фильмов, а также он в розыске. В Северной Корее Леонида Млечина приговорили к смертной казни после его документальных фильмов, в каждом из которых он копает до самой сути. Это вовсе не означает, что не должно быть развлекательный журналист, но все в нашей жизни должно быть, абсолютно все. Просто помимо развлечений, есть еще и необходимость анализировать происходящее, помогать людям разобраться. Ну, если человек работает в шахте или на заводе, ну, ему некогда заниматься анализом, почему упал самолет. Мало того, рассказать ему, что самолет упал, и там погибло столько-то пассажиров, кто-то должен выяснить, почему это произошло. Это дефекты конструкции или ошибка пилотов. Это делает журналист. Но журналист должен заниматься этим месяцами. Где редакция, которая может позволить сегодня выделить бригаду, которая будет месяцами расследовать какое-то дело. Говоря о журналистике, многие обыватели прежде всего представляют новости, короткие заметки или сюжеты, в которых содержится информация о событии и нет анализа. К сожалению, в современном мире человек воспринимает лишь небольшие порции текста. Вдумываться, анализировать, осмыслять – времени нет. Под этот ритм подстраивается и журналистика. И таким образом угасает. Ощущение некого умирания профессии, оно сейчас нас всех преследует. Связано это с появлением интернета, социальных сетей, которые играют какую-то огромную и все еще непонятую нами роль. И необходимость приспосабливаться к этому изменению жизни, конечно, сильно влияет на журналистскую профессию. Что для меня, скажем, страшно – это гибель печатных средств массовой информации. Потому что печатная журналистика, особенно ее такие важнейшие жанры, как анализ и расследование, всегда были движущим локомотивом развития общества. Безразличие душ. Так Леонид Михайлович охарактеризовал состояние нынешнего общества. Говоря о неизвестных героях Великой Отечественной войны, нам должно быть стыдно. Неужели за 70 лет нельзя было узнать их имен или в точности восстановить события, при которых они погибли? Объясняется это исключительно ленью человеческой души. Леонид Млечин, как никто другой, показывает пример души пытливой, упорной, глубокой. Есть очень простой рецепт. Я, знаете, от рождения очень ленивый человек. Поэтому у меня обыкновенно в день два движения. В день, когда люди, более умелые коллеги успевают массу дел, я совершаю два движения. Утром сел компьютер и вечером встал. Встреча с легендой для каждого журналиста – напоминание о сути профессии, непростой, но очень важной. О том, что наша задача – вникнуть в суть, докопаться до истины, сделать скрытое явным. Продолжение следует...